Помнить о традициях своей семьи и родного края, передать их своим детям и внукам. Для Елены Бахтыреевой это особая миссия. Почти 20 лет она служит в Саровской дивизии. Но даже суровые армейские будни не заслоняют в ее жизни простых и дорогих сердцу истин. Для нашей семьи масленицы, это в первую очередь, собираемся всей семьей за столом, и, соответственно, печем блины всевозможные. Основной мой рецепт, конечно, это тот бабушкин. Когда в очередной раз Елена начинает замешивать тесто для блинов, она вспоминает свое деревенское детство и бабушкины блины из русской печки. Именно оттуда и пошло выражение печи блины, потому что их пекли действительно в печке на тагане, на толстых чугунных сковородах, когда блин получался сразу испеченным с двух сторон. То есть мазала всегда топленым сливочным маслом, топленой сметаной. Это вкус детства, который, ну, просто не передать словами. В городской квартире печки нет, но буквально за час Елена умудряется напечь несколько десятков тонких блинчиков. Рецепт она не держит в секрете, а с удовольствием делится со всеми, кто хочет освоить премудрость выпечки блинов. Гости приходят неожиданно, потому что это масленичная неделя, ее еще называют «широкая масленица». И, соответственно, хочется, чтобы все побыстрее это все сделать. И вот данный рецепт он очень даже вручает. Продукты потребуются самые простые. Четыре яйца взбить, добавить четыре столовых ложки муки с горкой, четыре столовых ложки крахмала, соль, сахар, растительное масло, влить пол-литра теплого молока и перемешать. Через полчаса можно печь аппетитные блины. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.